Фирменная жилетка, шарф, портфель Росстата и планшет. Переписчики сегодня одеты с иголочки. 374 человека с 18 числа обходят дома в нашем муниципалитете. Свою смену они начинают одинаково – с обновления базы данных и инструктажа. Желаю нам всем удачи и быстро пройти перепись нашего ЖК. Я для себя определила о том, что люди, во-первых, нежелательно, наверное, ходить с часу до четырех, потому что если мамочки с детьми, детки спят, то, конечно, то, что я буду звонить в квартиру, неудобства людям. Лучше ходить либо до часу, либо после четырех, а дальше уже вот как получится. В среднем за смену переписчик обходит около 20 квартир. За каждым закреплены определенные адреса и подъезды. Добрый день. Перепись населения. Не проходили самостоятельно на госуслугах? Нет, еще не проходили. Нет, все. Перепишемся? Заполнение анкеты занимает не больше 15 минут. Здесь всего 33 вопроса. О семейном положении, условиях проживания, владении языками и источнике дохода. В числе первых участие в переписи принял серебряный призер Олимпиады в Токио Иван Гирев. Мне приятная девушка пришла и спросила вопросы, которые она должна была спросить. Но что делать, если ждать переписчика дома неудобно? Мешает график работы или есть какие-то планы? Тогда берем компьютер, ноутбук или, как я, телефон и заходим на госуслуги. Это один из самых простых способов пройти перепись. На сайте не нужно ничего искать. Главная страница сразу же предлагает принять участие. Всего за несколько дней с начала переписи ответить на вопросы дистанционно решили более 4 миллионов жителей нашей страны. Тем не менее, если такой способ заполнения листов неудобен, в округе открыт 61 переписной участок. Финансирование осуществляется также с федерального, с регионального уровня. Начисленность постоянного населения. А постоянного населения у нас действительно много. Поэтому я обращаюсь, перепишитесь, пожалуйста, те, кто проживает в Ленинском городском округе, чтобы у нас и хватало и детских садов, и школ, и чтобы у нас не было очередей в поликлиниках. В течение месяца переписчики придут в каждый дом. При необходимости вы можете сообщить на свой переписной участок дату и время, когда удобнее всего их встретить. А если вы уже заполнили листы дистанционно, то сохраните QR-код. Его отсканируют, и отвечать на вопросы заново не придется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это свинья. Ой, теперь он тебя сосчитал. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.